Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня поговорим о сечении проводов и автоматах для проводки в квартире или доме. Ко мне часто обращаются мои ученики и подписчики, чтобы разобраться в этом вопросе. Сейчас очень много роликов на эту тему. Такое ощущение, что информацию для роликов просто копируют друг у друга, не сильно понимая, как это все работает. Много очень говорят о характеристиках автоматов, говорят о сечении проводов. Только о том, как будет эксплуатироваться электропроводка, говорится мало. А это существенный момент. От этого также зависит, какие провода выбрать и какие поставить автоматы. Не всегда стоит переплачивать хорошие деньги, чтобы сделать электропроводку с большим запасом по мощности. Проблема в том, что сейчас очень много роликов на эту тему. Как от действительно толковых электриков, так и от отделочников, которые возомнили себя электриками. В итоге по этой теме много путаницы. Я в этом ролике хочу расставить все по местам. Сейчас разделились электрики на два лагеря. Электрики, которые учились в училищах и институтах по учебникам, имеют профильное образование. В них есть понимание, как электропроводка работает. И новые электрики, которые учатся по роликам из ютуба. Эти электрики потом на том же ютубе начинают учить других людей. В итоге сами не разобрались с теми и вводят заблуждения других людей. Я отношусь к первым электрикам, так как заканчивал училище по специальности в 1988 году. А в 1993 году закончил институт как инженер-электрик. Тогда мы рассчитывали проводку по таблице, которую вы видите на слайде. По ней мы выбирали автоматы и провода электропроводки. Это таблица из ПУЭ. И мы всегда ее соблюдали. Данная таблица для медных проводов. Как ей пользоваться? Для примера выбираем сечение 1,5 мм квадратных. Смотрим графу ток одного двухжильного кабеля. Этот ток равен 18 А. По этому току выбираем автомат 16 А. Если ток в линии не превышается 16 А, то вся наша линия будет работать корректно и без перегрева. Алюминиевую проводку сейчас не рассматриваем, так как она сейчас запрещена. Допускается алюминий ток для мощных водных кабелей. Где-то в 2016 году один из блогеров обратил внимание, что автомат выключается не при номинальном токе, который написан на автомате, а при токе от 1,13 до 1,45 от номинала автомата. И предложил использовать провода и кабели сечением на одну позицию выше, чтобы избежать перегрева электропроводки при аварийных режимах работы. После этого другие блокеры его поддержали и создали свою таблицу, какие должны быть провода и автоматы, уже с запасом потоку. Некоторые блогеры даже настаивают, что данные в этой таблице обязательны к исполнению и тех электриков, которые пользуются старыми таблицами, считают уже электриками. То есть на тот же медный кабель с сечением 1,5 мм квадратных они рекомендуют автомат на 10 А. Как всегда, правда где-то посередине. Скажу от себя, что я ни одного пожара, связанного с перегревом электропроводки из-за того, что она была выбрана по старым таблицам, мне неизвестно. Более того, в большинстве новостроек именно ставят автоматы и разводится электропроводка по старым таблицам. То есть основная проводка разводится медным кабелем 1,5 квадратных миллиметра и ставится автомат 16 А. В меня ни разу не было вызовов, что такая проводка оплавилась. Оплавляется и загорается проводка из-за плохой изоляции или плохих соединений. То есть в тех местах, где проводка начала искрить и это привело к пожару. На просторах интернета я нашел таблицу, которая объединяет старую и новую таблицы. Просто автомат по старым таблицам обозначен как максимальный ток автомата, а по новым таблицам как номинальный ток. То есть для сечения 1,5 мм квадратный. Миналом будет автомат 10 А, а максимальный 16 А. Некоторые электрики берут автомат посередине, на 13 А. Этой таблицей я сейчас и пользуюсь. А сейчас разберемся, из какой колонки выбирать автомат для своей проводки. Начнем с определений. Каждый автоматический выключатель имеет свой номинальный ток, который можно найти на самом автомате. Превышать этот ток нельзя. И проводка рассчитывается таким образом, чтобы он не превышался. После превышения этого тока включаются механизмы отключения автомата. И режимы работы цепи можно назвать аварийными. При превышении этого тока есть две характеристики. Это ток условного днерасцепления и ток условного рассцепления. Первый параметр 1,13 и номинального необходим, чтобы минимизировать ложные срабатывания автоматов при кратковременных перегрузках, так и для того, чтобы компенсировать разброс параметров самого рассцепителя. То есть при достижении этого тока автомат не должен сработать. Второй параметр это 1,45 и номинального ток условного рассцепления. При нем автомат должен сработать в течение часа. Для автоматов известных зарубежных производителей это время около 10 минут. Российские автоматы могут в это время не уложиться. Поэтому я рекомендую применять именно зарубежные автоматы известных фирм. Также нужно обращать внимание, в каких условиях эксплуатируются автоматы. Чем больше температура окружающего воздуха, тем быстрее сработает автомат. Обычно параметры автомата приводятся для температуры окружающего воздуха 30 градусов. Как видно из таблицы, автомат номиналом 10 А при 35 градусном морозе будет вести себя как автомат на 13 А. А автомат на 20 А, как автомат на 25 А. При повышении температуры автомат будет вести себя как автомат меньшего номинала. Поэтому рекомендуется устанавливать щит в помещениях, где температура близка к комнатной. Рассмотрим таблицу из Пуэ, в которой приведены максимальные токи в проводах в зависимости от сечения. Токи в таблице приведены с запасом. При таких токах провод нагревается до температуры 40-50 градусов. Максимальная температура провода 70 градусов. Но нагревать до такой температуры не рекомендуется, так как при этом срок службы изоляции уменьшается. Этот ток взят для стандартной прокладки, где созданы условия, где провод может охлаждаться. Это открытая прокладка, где провод охлаждает воздух. И прокладка под штукатуркой или штробе, где сама стена забирает тепло у провода и служит своеобразным радиатором, который рассеивает тепло. Если вы вложили провод в гофру или кабель-канал, то охлаждение провода ухудшается, так как окруждающий воздух уже является хорошим теплоизолятором. Если вы эту гофру еще проложите в теплоизолирующих материалах, то это охлаждение еще ухудшится. В таких случаях провод нужно выбирать обязательно с запасом по сечению. Есть специальная таблица, по которой сечение кабеля выбирается согласно условиям эксплуатации. На слайд она не поместилась, поэтому дам ссылку на скачивание в описании. Давайте разберем две ситуации, когда нам известна нагрузка, которую мы подключаем к линии, и когда нам неизвестно. Первый случай. Нагрузка заранее известна. Для примера возьмем стиральную машину. Потребляемая мощность известных внестиральных машин не превышает 2 кВт. И то это в момент нагрева воды. Возьмем максимальную мощность этой стиральной машины 2000 Вт. Максимальный ток в линии определяем, разделив мощность нагрузки 2000 Вт на напряжение в линии 220 Вольт. Максимальный ток в линии у нас получился 9 А. Такой ток может выдержать кабель сечением 0,75 мм квадратных. Но в жилых помещениях запрещено проводить кабель сечением менее 1,5 мм квадратных. Поэтому мы берем медный кабель сечением 1,5 мм квадратных. Ток этого кабеля составляет 18 А. А у нас стиральная машина потребляет 9 А. Поэтому у нас кабель получился с большим запасом. Нам будет достаточно автомата на 10 А. Так как потребитель связан с водой, то ставим диф автомат. Диф автомат на 10 А довольно редкий. Поэтому чаще всего ставится диф автомат на 16 А. Ни проводка, ни автомат не будет работать в аварийном режиме. У нас получилось, что максимальный ток в линии в два раза меньше, чем ток, на который рассчитан кабель. Сразу оговорюсь. Всегда узнавайте мощность прибора, которую собираетесь подключать. Техника не стоит на месте. Может производитель стиральной машины решить оборудовать ее вместо ТЭНа проточным электронагревателем. И проводку к ней придется ввести кабелем большего освещения. Пример из опыта. Раньше микроволновая печь была мощностью не более 1,3 кВт. Сейчас попадаются микроволновки с грилем мощностью 2 кВт и более. Также мне встречалась электроплита, которая была мощностью 13 кВт. Под нее пришлось не только ввести отдельную линию, но и полностью перебирать щит, от которого она запитывалась. Второй случай. Когда нагрузка нам заранее неизвестна. Возьмем розеточную группу. Пусть она проведена кабелем 1,5 мм2. В розетке можно включить как зарядку от телефона, так и несколько обогревателей. Если у вас есть возможность контролировать, какие приборы и какой мощности в эти розетки будут подключены, то проблем больших нет. Главное следить, чтобы эти приборы потребляли суммарную мощность не более 3,5 кВт на одну линию. При этом вполне можно поставить автомат на 16 А. Вы лично будете контролировать, чтобы проводка не перегревалась. Но допустим, вы сдаете квартиру, а квартирантов контролировать почти невозможно. Они запросто могут к линии подключить два обогревателя по 2 кВт и что-то еще. Это будет приводить к перегреву электропроводки. Автомат сработает только через некоторое время. В этом случае лучше ставить с запасом на 10 А или 13 А, если нет возможности поменять эту электропроводку на проводку с большим сечением. При этом автомат сработает раньше, чем перегреется электропроводка. Правда, при этом автоматы будут работать в аварийном режиме и, скорее всего, быстро выйдут из строя. Но автомат поменять проще, чем поменять проводку в квартире. Давайте подведем итоги. В каких случаях лучше применять проводку с запасом посещения? 1. Прокладка кабеля в теплоизолирующем материале. Это часто бывает в каркасных домах при скрытой проводке. 2. Прокладка в гофре или кабель-канале, так как воздух внутри является хорошим теплоизолятором. 3. Качество потребителей заранее неизвестно и делается линия с запасом по мощности. 4. Нет возможности контролировать нагрузку на линии и потребители могут подключить нагрузку большую, чем рассчитана линия. 5. Если ток линии близок к максимальному току, не стоит использовать линию в предельных режимах. 6. Если нужно перестраховаться по мощности линии. Если позволяют деньги, то лучше переплатить и сделать проводку в доме с запасом по току. 7. Повышение срока службы электропроводки. При повышенных сечениях проводка меньше нагревается, и изоляция будет служить дольше. А старение изоляции – это самая частая причина смены электропроводки. 8. Уменьшение тепловых потерь в электропроводке. Если электропроводки много и она активно используется, потери на нагрев электропроводки могут быть значительны. 9. Повышение тока короткого замыкания. Если используются длинные линии электропроводки, то сопротивление провода может достигать таких размеров, что перестает срабатывать динамическая защита автомата, так как ток не достигает порога срабатывания динамической защиты. Применение кабеля большего сечения уменьшает сопротивление линии и, как следствие, повышает ток короткого замыкания. И динамическая защита срабатывает. Я надеюсь, я помог вам разобраться, на что обращать внимание при выборе автоматов и сечения электропроводки. Если есть вопросы и есть свои соображения по выбору сечения кабелей и автоматов, пишите комментарии. Я в следующих роликах собираюсь продолжить тему монтажа электропроводки в квартирах и домах. Чтобы не пропустить ролики, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Поддержите канал лайком и до встречи в новых роликах.